Жители Луны, Вячеславу Котлярову, сделали подарок. Решили солнечное затмение провести в нужное время, в нужном месте. Незапланированная замена лампочек, так сказать. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. С вами Вячеслав Котляров-Харькович, 4 часа 36 минут, 23.08.2017 года. Я думаю, солнечное затмение, которое было 21 августа, поставило окончательную жирную точку с вопросом, где находятся Соединенные Штаты Америки. Солнечное затмение одновременно наблюдали жители Китая и жители США. Карта, которую вы в данные секунды видите перед собой, наглядно демонстрирует, где находится Китай, где находятся Соединенные Штаты Америки. Вы также можете самостоятельно в интернете, на ютубе найти колоссальное количество роликов, в которых показано, как жители так называемой страны Китай, так называемыми Соединенные Штаты Америки, снимают солнечное затмение практически синхронно. Те, кто изучал мои ролики, связанные с Америкой, тщательно и скрупулезно, прекрасно понимают, что я всегда отрицал наличие континента Америка. И тем не менее, всегда говорил, что жители США могут до Хабаровска дойти пешком, не преодолевая водных преград. Вот, далее в ролике пойдет фрагмент моей беседы в скайпе на Котляру.фм. До новых встреч в прямом эфире. Кстати, вот насчет этого солнечного затмения, почему вот про Китай молчат, потому что я думаю, Китай рядом находится, надо информацию искать, а мы ж видите китайского языка нифига не знаем. Может, и в Китае было солнечное затмение? И вообще, было ли оно? Потому что я еще не нашел ни одного ролика, где человек с Земли снимает солнечное затмение. Все ролики только солнце крупным планом. Или компьютерной графикой показывают. Есть, допустим, нарисован искусственный континент Соединенных Штатов Америки, и на нем компьютером нарисовано, где солнце, в какой стадии затмения находится. Сейчас в интернете много уже роликов, связанных с солнечным затмением, которое было в Соединенных Штатах Америки. Но по логике тогда должно быть темно было бы и в Корее, и в Японии, и в Китае, так как они находятся рядышком. За это, видите, вот если бы были бы у нас, видите, мы же иероглифами-то не пропишем. Хотя можно прописать иероглифами. Закинуть в Google переводчик, да. Допустим, солнечное затмение перевести на китайский язык. И посмотреть, было ли в Китае солнечное затмение. Как раз именно сейчас я это делаю. Да, спасибо большое. Спасибо. И смотрю, я смотрю здесь, писали, ожидается, что у нас ослание солнца на полтора часа. Что сильно долго, чересчур. Полтора часа. И это будет первое солнечное затмение, которое пройдет через Западное Попориджи и США к Восточному впервые за 99 лет. Ну, почему так долго? Полтора часа. Обычно, я не знаю, там, ну, пару минут. А тут полтора часа, да, перебор какой-то. Короче, я нашел в Китае такая же фигня. Они тоже об этом что-то там делают. У них тоже это затмение, короче, весь интернет об этом. Ну, вот и все. И шах, и мат. Фанатов о Северной Америке. Надо теперь этот ролик как-то качественно запилить на эту тему. Кстати, я хочу заметить, что то, что в Америке и в Китае, это очень похожее видео. Вчера не одно и то же. Титаник не тонул. Он благополучно достиг соседних земель. И пассажиры. Все остались живы. Бермудский треугольник. 50% в кавычках прогибших самолетов и кораблей достигли соседних земель. Олаф Янсен из произведения «Дымчатый бог». Рыбак со своим сыном видел именно эти земли. Легендарные герои из произведения «Санникова». Так же достигли этих берегов. Нацисты спустя годы спокойно основали свои колонии на этих берегах. Адмирал Берн своей эскадрильей потерпел фиаско у этих берегов. Адмирал Берн своей эскадрильей «Санникова». Адмирал Берн своей эскадрильей. Адмирал Берн ей эскадриль. Субтитры создавал DimaTorzok